добрый день уважаемые трейдеры сегодня 19 мая вторник представляю вашему внимание очередной обзор рынка для компании инста forex логотип который вы продолжаете видеть у меня за спиной и так сегодня вторник великий день для мусульман точнее ночь ночь могущества и предопределения давайте поздравим но вчера был великий вечер для золота как раз мы это разберем сегодня сегодня несколько статьи у меня две по золоту вот одна фундаментальная техническая и большой британский аукцион это тоже техническая идея в рамках такого как канальной стратегии от границы аукциона тоже не разберемся так давайте приступим первое у нас на очереди как обычно золото золото вчера обвалилась вот я давал статью сегодня почему почему вчера упала золото вот это произошло на очередных заявлениях паула вот о том что у них все хорошо и дальше будет еще лучше если не пойдет вторая волна заболевания вот но много разных комментариев но основная идея что падение вчера золото было именно фундаментальным вот и золото провалилась на 350 пунктов по четвертому знаку и сегодня на америке также предполагаю движение в эту сторону то что движение было американским произошло это очень высоко вот статья называется у меня золотая инициатива из космоса космос потому что она очень золото очень дорого стоил но имеется ввиду на спать и золото пробило экстремум годы вот и дала так дало такую такой пин бар частичное поглощение вот я рекомендовал поработать на понижение с отката 50 процентов то есть личная инициатива как обычно на инициативу натягиваем фибу и в районе 50 процентов от 61 до 1 до 38 можно работать на понижение вот таким вот нехитрым дедовским способом отрабатывая инициативы которые которые могут очень неплохо дать потенциал до нижней границы золотого треугольника который был ну возможно ложно пробит именно через верх соответственно отработать через низ было бы очень интересно вопрос цены можно продать и сейчас если вы если вы поможете позволить все застопиться за инициативу и придержать до нижней границы можно подождать каких-то местных площадок сегодня например на европе уже обновили вот этот пин бар полоям то есть здесь уже был пробой и это не очень хорошо поэтому рекомендую дождаться америке может на америке дадут лучшие цены для входа быть внимательны так что касается евро евро вчера вырос вот и обновил мои сделочки да то есть выбило мне по безубытку но надо надо понять почему это произошло и сегодня на инстафор и кстати вышла очень классная статья автора который мне нравится ирина объясняет причину этих движений вот и основная причина в том что макрон и ангела меркель обнародовали совместное заявление в котором говорится о необходимости создания версии фонда восстановления экономики на 50 миллиардов евро на 20 лет это прям сильная новость которая и неожиданная которая собственно и вытолкнула еврик наверх вот и шортовый сценарий в рамках которого мы пытались работать вот я работал от инициативы опять же самым простым способом инициатива откат 50 процентов продажа сидел без убытки и вчера у меня выбило на вот этих новостях тоже фундаментальных вот и продолжает расти что хочу сказать по нему шортовый сценарий пока откладывается потому что у нас есть очень мощная ланговая инициатива фундаментальная вот но на эту инициативу нет хороших целей поэтому я бы не стал лезть именно в евре к тому что аукцион который мы сейчас видим по хайям уже был ложно пробит в начале месяца естественно это будет основная цель для для покупателей что хочется увидеть к примеру если инициатива сразу сходу не пробьет экстремом месяца лучше подождать отката вот и с полотенчика зайти вот в эту цель самый простой вариант вот если сразу пойдет на пробой то это без нас оставим тренд в покое мы не обязаны отторговать все тренды по конкретному инструменту потому что много мы все равно свое возьмем и собственно фунте это идея на укрепление тоже тоже неплохо реализуется в принципе они отлетели вместе но фунт меньше меньше прошел вот и собственно сегодня у меня была статейка как раз по фунту да да британский аукцион который разгрузился по нижней границе я собственно предполагаю рост британца до верхней границы аукциона который сейчас покажу вам смотрите внимательно фунт я говорил да в свое время что фунта очень интересный диапазон в 500 пунктов по четвертому знаку между в 21 с половиной и 26 с половиной да вот он аукцион и он был ложно пробит как минимум вчера мы это поняли да потому что в пятницу это был пробой истинный мы в этом не участвуем вот вчера вот купили и собственно что я предполагал что мы сегодня можем пойти в рост но не из тех цен которые нам дали на сегодняшний день что-то не очень выгодно и сегодня кстати на себя ветки давал этот сценарий вот он выглядит просто он выходит немножко раньше чем я публикуюсь вот его основная идея лонговая инициатива я предполагаю откат чтобы было дешевле зайти с понятным стоп лоссом и удержание фунта до пробоя экстремумов поглощения то есть бар дневной вниз бар дневной вверх оставили цели по хаям и было бы неплохо да если бы не снимаете цели рынок откатил дал возможность зайти стойком по этим цели но фунт не от тестировал половину от этого импульса и сразу шел вверх и обновил вот эти два дневных экстремума собственная пятница и понедельник же обновление произошло у меня план был такой что он спустится потом уже уйдет наверх ну вот поэтому пока пока такие цены мне не устраивает о том что мне придется зайти с большим стопом то есть таким образом как я нарисовал стоп был бы допустим 50 пунктов а тэйк но как минимум по первой цели был бы уже под соточку понимаете но по остальным со временем тэйки большие но я смотрю у меня ребята некоторые уже зашли вот уже держат но это неплохо тут смотря с какими рисками захотеть возможно дадут это более интересная ситуация для захода нового общий в общем и целом вот такой план был бы очень реалистичным и технически грамотно если вы работаете именно по по стопам своих контрагентов но что с фунта ставил в апреле месяце хорошую дворную вершину за которые за которые он сейчас и тянется вот поэтому будьте внимательны что красавица австралийских кроссов австралийский новозеландец падает вот и если вы набирали его в шорты одним или двумя ордерами вы должны уже быть в плюсе я его подержу как минимум до 107 но хотелось бы подержать до 106 поэтому такой вот у меня план если вы грубанули здесь объемами на хаях то на пробой вот этого зеркального уровня можно закрыться вот либо скину часть позиции часть подержать до круглых уровней поставьте индикатор круглых уровней себе на график называется у меня называется k-levels можете найти любой в интернете так что касается пар с франком канадец франк доллар франк пока не интересные границы которые я указал для захода ланге и в шорты рынок еще не достиг поэтому отложенных доллар иена доллар иена радует восстанавливается в третью волну которую мы обозначили с вами еще на прошлой неделе цель фиксации прибыли 108 кто-то может подержать по 161 фибе я буду уходить на 108 тут по большому счету осталось 50 пунктов но доллар иена инструмент как вы понимаете не очень волатильный 50 пунктов может идти пару дней но главное что идет нашу сторону и это хорошо что касается кроссов сиены канадец иена и франк иена франк канадец иена радует также трехволновкой такая же точно как и доллар иена если держите я сегодня кстати скинул тоже покупал и скинул сегодня на обновлении вот этих экстремумов но основная цель фиксации прибыли это экстремум марта месяца вот здесь надо вот здесь вот надо зафиксировать прибыль франк иена пока пока не интересен пусть болтается так нефть потихонечку подваливает пока не интересен этот инструмент австралийский доллар давит на хая я думаю что сегодня будет пробой экстремов месяца вот и если этот пробой будет ложный вот и букета сигналы на продажу будет интересно нижняя граница вот это на понижение то есть также канальчик верхняя нижняя граница за ними можно поохотиться так 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 что у нас газ газ тоже потихонечку растет но очень очень вяло очень вяло если вы не зацепились в газ фланги рекомендую посмотреть его или поставить лимитник на покупку под апреля месяцем здесь под под полторашечкой стейком на двоечку так ну и серебро застыла на хаях вот я вот краешком глаза наблюдаю все таки я верю в 14 половиной также как и верил когда-то в в нефть по 50 когда на стоило 65 я на туда добралась ничего пока не не говорю по этому инструменту но вот этот уровень не очень интересно давайте перейдем к вопросам на youtube канале 7 комментариев так тестер выслал если к если кому-то не вы не высылаю тестер возможно либо почта неправильная либо я муж скопировал не так просто напишите еще раз и обязательно отправлю радует то что люди начинают просить договора доверительного управления сергей спрашивает подскажите какими парами можно работать стратегии охота за стопами классный вопрос на самом деле потому что таких инструментов немного и не потому что так я хочу или для так придумал потому что если вы поставите теста тренажер для трейдеров и не попытаетесь поторговать на дневках в рамках системы охота за стопами price action на всех инструментах то положительную динамику по вашим счетам будет показывать всего-навсего несколько пар я для себя выбрал три инструмента это евро доллар фунт доллар и золото самые популярные инструменты на которых торгует большинство людей соответственно в том числе и банковских трейдеров за стопами которых грех не поохотиться но есть инструмент дремучие кроссы которые торгуют не так много людей и и охота на этих инструментах не не очень рентабельно но если вы очень дотошный трейдер вы можете перепроверить все эти инструменты сами в рамках тестера которые я высылаю всем бесплатно которые есть в общем доступе но которым почему-то мало кто пользуется продолжая фантазировать на истории что понимают рынок проверьте сами вот я выбрал для себя только три вот и во первых вот это ограничение там тремя инструментами оно очень здорово концентрирует внимание потому что проблема форекс трейдеров в том что инфраструктура да вот метатрейдер предлагает большой выбор таймфреймов большой выбор инструментов то есть вы можете в любой момент позволить себе зайти в рынок по десяткам инструментов и возможно даже заработать понимаете и вот эта свобода на самом деле она является ловушкой в которую попадает трейдер закапывается и потом теряет деньги не потому что он плохо думает а потому что ему тяжело переварить большое количество информации которые еще и находятся под давлением страха когда появляются минуса и человек принимает необъективные действия поэтому когда вы себя ограничили тремя инструментами и одним таймфреймом то процесс принятия решения намного проще вот и и психологический фактор который внутри каждого находится он влияет на принять решение гораздо меньше нежели в других условиях принципе на этом у меня все всем успехов торговли контролируйте риски берегите себя и до встречи завтра утром на очередном видео обзоре всем пока